Порядок у нас один был, если я с ним рядом был. Так, идут двое. Так, три маленьких объявления. Так, Елена Настовна, скажите, во сколько занятия? Двенадцать часов. Двенадцать? Значит, объявления ко всем. Меньше большая авария на прудах. Расплодилось столько бобров, все. Только вот этот вот, который, дамба, семь траншей. Глубина норы вот такая вот примерно. И мы заделали это. Возили, возили тут землю на своей машине. Ну, там вырубили все, если зайдешь как-нибудь, посмотри. Но в других местах еще хуже. Особенно Рыжковский пруд. Вот они там пропахали и говорили. Даже, может, даже бульдозер надо нанимать. Нанимать нет средств. Это два года назад было. Привезти только платформу 60 тысяч. Не работает ничего. Только привезти. Ну и понятно, везет. Мы все равно будем ремонтировать. Приедут люди. Мы подготавливаем сейчас материалы. И нужно будет кто-нибудь, чтобы пришли со своими топориками или большими ножами. Мы уже привезли. Аж курить надо. Кто там у вас? Соседи есть кому? Даже совсем слабенький. Сидя там, сделан. Ну, кора. Пока она не засохла. Тогда ее трудно будет снимать. Мы ко всем обошли. Ну, кто-то пришел, а кто-то не пришел. Кто-то искусственно не идет. Я говорю, вы нам можете дать. Вот придут люди, чтобы тачка эта возить так где-то. Под разными причинами не дать. Это не ожидал даже. Остальные там дали. Потому что мы 5-6 тачек будет люди возить. С того конца там разгородим. И оттуда глину возить. Начнем трамбовать. Остатки шифера привезли. Рубероидом. То есть заново будем все делать. Материал готов. Нам нужно аж курить сейчас. Жерди, чтобы успели маленько, хотя бы подсохнуть. С собой желательно оттащить маленький топорик и большой нож. Потому что оттаяли другая. Бывает, стучки срубил. Каждый за себя. Все у нас во дворе лежит, где Володя живет. Это понятно? Второе. Сегодня будет занятие необычное. Я прошу взять бумагу и ручки писать. Это школа. И то, что вы сегодня будете слушать, это знают уже многие люди. А вы не знаете ничего этого. Я спрашиваю, читал, не читал. Прочитаем одну из проповедей, которой я говорил около 20 лет назад. Она сегодня просто вот так вот. А другая проповедь, о которой я говорил, в интернете называют, говорят, это как атомная бомба взорвалась. Все буквально. За 2000 лет этого не было. Впереди все это оценится. Но сегодня пока девятый том, девятая проповедь, открытым оком. Я и сам уже давно это говорил, не очень помню. Как будто сегодня утром это все произошло. И это касается каждого из нас. Это понятно? Значит, я сказал о том, чтобы вот мальчик вышел. Или еще подходит. И он обратно забегает. Обратно не заходить. Если ты вышел, назад не заходи. Стой здесь в притворе. Это у нас все обговорено, все пропечатано. Но я рядом с ним встал. Кто что там думает, нас это не касается. Устав. И на этом все кончилось. Устава нет, ничего нет. У нас написано. Маленькие дети сначала перед богослужением сводите их в туалет по нужде. У нас там когда написано, они могут, ну маленькие совсем, зашел, закрыл котельную там, чтобы ребенок даже не выходить на улицу мог сходить. Добро, все понимают так. Человек не знает, что он сразу идет. Мы не можем сказать. А я не знал. Знал ты, не знал, нарушил тебе прокол будет на билете. И каждому подсказывайте, когда гости приезжают. Какой порядок у нас. Если сказали оглашенные за дети, вы не знаете кто, чтобы они выходили. Не крещеные, там моченые, они должны выходить. А то некоторые, а я готовлюсь к окрещению, а с оглашенами не выходят. Вот нынче познакомился. Это все через интернет. Человеку, фамилия которого почти что как у нашего одного. Здесь Бауар, а там Брауар. Вальтер Александрович. Он в России был, прекрасно владеет русским языком. Жена у него Агнесса. Трое ребятишек. Уже купили билеты в Потеряевку. И в это время вот это событие все перекрыли. До этого было так. Которые нейтральные страны, как Сербия, это наши братушки. Туда лети, а оттуда тогда сюда. Ну это детская все игра идет. Но сейчас подумал Лавров лететь в Сербию. Министр иностранных дел. Ему запретили. Те, которые, ну ясное дело, что нас даже за дураков не считают. Поэтому ответ достойный дают. И у нас принято решение об этом событии в Украине. Нигде ничего не писать. Одно только, одна молитва. Да будет воля твоя. Не вздумайте по-другому. Вы будете наказаны. Повторяю. Взято это. Иеремия 48, 10. Проклят. Кто делал, Господь не делает ни прежде. Проклят. Бог сказал проклят. У тебя все из рук будет, и в аду будешь гореть. И в этом же стихе написано проклят. Кто меч Господень удержит от крови. А мы удержать не можем. Мы его не видим. Только молитвы. Господь, да не будет этого. Дай мир. Ты уже удерживаешь меч этот. И ты проклятый. Я вам считаю Слово Божие. Это не мои слова. Это Дух Святой изверек. И оно будет непременно так. Сегодня мы молимся в каждой молитве. Господи. Стопоклонная молитва. Она через два часа обзванивается. Я тут сказал брату Игорю. У нас молитва начинается в Володьевом доме ровно в пять. Хоть один раз придите на этой молитве. А на утреннюю молитву полчаса. И минут десять чтение. А потом через два часа дозвон. И там по десять-двенадцать минут. Один раз. Я не могу больше просить. Потому что это жажда должна быть. Люди приезжать будут. Не забывайте. То, что мы снимаем. Просмотры далеко идут. У меня только на одном канале. А их три канала. Семьдесят один миллион. Семьдесят один миллион просмотров. Ну вы знаете, что это просмотр. Я пришел. Все слушал, не слушал. И здесь. Мы будем говорить об этом. Какая причина? У меня интервью берут буквально по всем вопросам. Умер там Жириновский. Сразу же. Пришлось ответить. Говорится, миллионы может быть от него отношения. Человек совершенно неверующий. Вот дети. Дети у него внебрачные. Немрачные. Внебрачные. Под разными именами. Хороший человек. Матерился. Пил. Это все в интернете выставляется. Не по его депутату. Депутатку. Вот он за волосы там поволок. Это хулиган. В любом обществе его призвали бы к порядку отвечать. А тут так. А он пророчески сказал, что будет пророчески. Готовится нападение. Это все от дьявола. Когда убивать другого собирается. Сам замысел. Убийство. Он человек убийственный и лжец. И они между собой беседуют. И ничего другого не сказали. Мне пришлось все это перебирать. А венков наставили. Я не знаю, на сколько миллионов рублей. Видели или нет, как хоронили. Улица вот такая вот с заворотом. И вот такого венки с надписью. От разных организаций. От президента. И патриарх. Подходит к нему в гробу. Наклоняется. Видимо целует или что. Это все снято. Там не боятся. Вот пасхальная неделя. Наступает. Только первая. Выступает патриарх. И говорит. Рядом митрополиты. Ничего не скрыто. И поэтому, если желаете, вы сами посмотрите, о чем идет речь. Нам люди уже совсем не верят. Я раньше думал так. Человек говорит. Я баптист. У меня знакомые баптисты. Я бы постыдился сказать. А православное это дело другое. Сегодня у меня дошло до того, что стыдно православным называться. Где бы какая оказия ни была, где бы не влезли. Беспримерная глупость. И все обязательно за деньги. Вот снимать нельзя. Вот придите. Ну, Свердловский там где-то большие. Нельзя. А какой порядок? Сначала пойди к настоятелю. Деньги заплатить тогда можно. Чисто по религиозному. И при том это не один где-то. И мирские люди переняли от церкви. Рядом со мной музей. А раньше был и Краевой суд, где я был. Судим. Снимать нельзя. Прямо надписи. Сначала пойдите заплатите. То есть они отняли этот дом. И там написано. Алаватор какой-то. Кто он там был? Бывший золотопромышленник. Это большое здание. Был Краевой суд. А сейчас музей народного фольклора, истории, искусства, литературы. И везде только... Я пришел, стал снимать. А у нас надо заплатить. Я уже заплатил за это. А где заплатили? В 86-м году, когда меня судили. Да. Тут же познакомились с директором. Я ему подарил несколько книг. Все. Теперь ходи, снимай. Ко мне приезжает, через интернет уверовала, казашка. Не нашей нации. И при том она уже была у свидетелей Югова. Их правильно назвать свидетели сторожевой башни. Она была Рахман или как-то, а теперь Рахиль. И у нее 11 человек из ее родни. Дети, внуки. И все названия библейские. Там Руфи, Ревекка, Сара, которые идут. И она была у нас здесь. Очень интересный человек. И когда она приехала сюда, я говорил, не ездит. А если умрете, значит, ни разу не встретимся. Осенью уже снег выпадал. И она приехала. И мы пошли. Куда не пойдешь, снимать нельзя. Снимать нельзя. Служба, не служба. Да проще разговор. Поехали в Эпархию. Мы приехали. Владыка, да какой разговор? Ну вы скажите слово благоустроя. Да всегда разрешено везде. Пошли. Владыка нам разрешил. Все, все отступили, как нет. Они больше ни на чем не могут показать свою власть. Ты покажи власть над языком. Если лживые слова, которые тебе передают, ты считаешь за истину, ты под другим руководством находишься. Молитесь о даре развлечения духов. Какой это дух действует. У Иоанна Златоуста многократно говорит, я один ничего не сумею. Нестите мое слово как можно шире. Ты женщина, ты начинаешь со слугами работать. Ты мужчина, ты на работе, ты судья, ты там профессор. И там, что я сказал, говори. Наступило время, когда Златоуста вообще не знают. И вдруг Московская Патриархия, видимо, под каким-то знаком, издают подряд почти два издания, полные 12 тонн. Приобретайте, пока есть возможность. И цена вполне сходная. Ну, одна, Володя купил такая бумага, не очень, а сейчас прямо намело на этой, на всетной бумаге. Вот, вот, узнаете где. И, можете, 12 томов. Яна Златоуста. Он заботится. Вот, когда он говорил, вы сказали, он говорит, а если я это вот ее запишу и по интернету? Мне разницы нет. Понятно. Интернет это не препятствие, а благословение распространить. Кто изобрел интернет? Ну-ка, молодой. Что заморгал? Ничего не знаешь. Запомни, Тимофей. Тим Бернер Сли. Тим Бернер Сли. По Библии поисковик. Прекрасно сделаны. На неканонические даже книги. На соборы на все сделаны. Кто сделал? Запомните, не православное. Православным не надо. Отстоял, ничего не понимая, пошел. И на этом все закончилось. Надо, чтобы мы понимали богослужение. Вот еще о чем надо заботиться. Где-то какие-то курсы или язык изучать, не знаю. Но на русском языке есть, которые ведут. И вот сегодня, в данный момент сейчас, Слово Божие распространяется не через православных. Когда Первую мировую войну попали русские в плен, ну, в основном с Германией воевали, и пришли оттуда, почти 100% стали протестантами. И от них вот это все возгорелость, какое идет. Живое слово. Вы считали это? Считал. Я про одного считал он. Я, говорит, услышал, мельник у нас, мельница стояла крыльями машет эта. И он верующий. И я пошел. А тут гуси подошли. А он уже не православный. А этот-то православный, он нигде в плену не был. И он, хотел ты корот развернуть-то. А он увидел гусей. О, в якорте Макар. Я, говорит, повернулся и пошел. Верующий не будет Макаром играть. В якорте Макар. Пустые слова. И он уже настолько наставленный, понимает, речь наша должна быть очищена для прославления Бога. Вы для себя, я говорю, возьмите сегодня бумагу, там, какие записные, и кое-что запишите. Я в основном даю то, что написано. Место писания запиши. У нас есть, которые люди стоят, записывают. Места, какая газета была. Я принесу эти книги. Как вопросы? Так, теперь, телефоном пользуйся, мобильным. Кто его изобрел? Посмотрите на выражение лица. Лесо не испорчено интеллектом. Так говорят люди, которые не занимаются. А если ты начинаешь, так тебе 13 лет есть? Господь, если даст, будет 13-летний у нас нынче здесь. Ты посмотришь. Он в нашем содружестве, ни одного замечания нет. И родители просчитали там, которые плохо здесь съемки шли. Мы говорим, да лжицы это делали-то. Ну, благоставили, дали как доверенность. И он с пересадкой доезжает до Казани, а потом уже сюда. Помолитесь, его звать Тимофей. 13-летний мальчик. И вот мы уже расстаемся с ним. Ну, время уже такое. А кто-то, Надежда Васильевна, кажется, вон она. Он сказал, я там играю. Ну, пусть играет. И когда говорил, пусть играет, я выключил. Но он не ушел, а она ушла. И он показал, как он играет, и на каком инструменте. И гитара, и он играет по нотам. И мало того, после этого показывает, сидит на пианино, играет. Все сразу выставил. Какой вопрос 13-летний. Это в наше время, в настоящее. Притом православный. Как сладостно это нам слышать. Если Господь нам сегодня позволит, мы опустимся намного дальше. К первому веку шагнем. Мы все должны сравнивать так, как будет на суде Божьем. Вы не знаете, какие билеты выпадают. Вот я учился в техникуме. На улице стоят ребята. Выходят, какой билет был? 13-го, но вычеркивает. Не надо учить. Ну, что ты его учишь, когда идет? Какой билет? И, наконец, у него остается не больше билетов 5-10. Ну, я пойду. Ну, даже 5 осталось, которые... Эти билеты не повторяются. Нет ничего. Это только грузины придумали. Он сумел сказать, какой билет. Они грузины под окнами стоят, окно открытое, и они поют. Вот что-то грузины распелись. Они ему ответят, а он сидит и пишет. По-грузински поют, никто не знает. Ну, а потом-то, как ты будешь жить, если ты не знаешь? Поэтому все, что касается продолжения твоей науки, ты должен примерять к себе и к другим. Как от тебя будут страдать люди, что ты не знаешь. Запомните, библейский поисковик сделал Тимофей Ха, вьетнамец. В университете имени Ломоноса учился. Один вопрос. Почему не православный, когда приехал человек, там, буддизм? Почему? Потому что протестанты, они работают. Это я говорю сейчас об этом. А тема, кто изобрел телефон конкретно? Поднимите руку. Кто знает, кто мобильный телефон изобрел? Мартин Купер. В России изобрели его? Мартин Купер. Ну, в мировом масштабе. Там переписчатки может быть. Это общепризнанные. Он говорит, когда я первый раз позвонил к тех, кто работали по этой программе. Откуда вы? С Бруклинского моста. Я услышал, скрежет зубовный, говорит. Что он опередил, имя его записано так. Мы, я к чему говорю, ежедневно в молитвах их поминаем, которые облегчили нашу жизнь. Два Тимофея, один Мартин. Вот хотите знать, о ком мы молимся? Катасонов, это самый большой экономист сегодня. И он говорит, что будет дальше. И места Писание употребляет. Его звать Валентин Катасонов. Мы молимся каждый день. Вот Михалков Никита, Ну, он такой, мерзкой. И я не хотел никак нигде. И вдруг он ставит фильм «12». Кто видел? «12». И это изменило мое положение к нему. Мы его теперь ежедневно, как на руках молитвы, несем. Молимся. Расширьте объем, количество тех людей, за кого вы молитесь. Мы каждый день молимся за Папу Римского, которого странили Венедикта, и за этого. А почему написано начальствующее? Мы начинаем от президента России, Украины, Азербайджана, Чечня, которые мы знаем. Американский Джо, это Джозеф Иосиф. Мы молимся каждый день. Написано не за царя, а за царей. Вы для себя это услышите, если придете к нам на занятия. Вот мы хорошо пользуемся рулеткой. Там просто вживую можешь встречаться, беседовать. И сделано для встреч. И встречи, конечно, не по-добру. И там 95% примерно мусульмане. И они... Я говорю, а вы зачем здесь? Здесь такая грязь, тут садом нас. Другие русские. А эти говорят, тут нельзя такому быть. Я говорю, а вы зачем? Я проповедую. И что? Больше 2000 человек уже нашел, которые слушать пожелали. Только в рулетке. И люди, которые приезжают здесь, это оттуда. Это большое дело. И дальше. А вы зачем? Познакомиться. Какой знакомиться? Тебе 4 жены. За каждую колым. Ваша книга, 4 сур, 3 аят говорит об этом. Ты должен знать, откуда идет. А тут 44 голые даром. И вы с ума посходили здесь. Мне главное, чтобы за раз не было 4 жены. А он полюбил 5. И он одну выпинывает. Берет у нас 4. И показывает, справляет 200 свадьбу. А сейчас спрашивают, где это было? Они и говорили об этом. Нам есть о ком молиться. Притом искренне молясь, ждать живого ответа. Вот сейчас мы нуждаемся, чтобы Господь укоротил злых людей, недобрую скотину и зверей. То, что мы делаем, чтобы сохранили. Вам нравится по этой дороге ездить? А ее не было. Вы помните. Беларусь по ступицу. И когда мы делали, человек один говорил, да у нас есть дорога через кладбище. Я говорю, в один конец вам кладбище. Дальше не надо ехать. А теперь возьми, где проезжают. Вон там дорога. И за кустом заворачивает. И один человек спрашивает, а когда у этого человека будет дорога? У него дорога. А мы видели, какой там бугор-то, бульдозер. А потом песок. Это все заплачено. А потом дорога вот отсюда, щебень, вот от этой дороги. И вон там кончается. 235 рублей я заплатил. Я уже не один миллион зарыл в эту землю, на пруды. Это вы уже так привыкли к этому. А там-то вода идет вокруг. Ты направь ее сюда. Много идет, обведи. Рыба там, где у нас, комогорих. А там больше одного метра не было. На Рыжковском вот так вот примерно только вода. А там уже больше. На втором мостике вот так было. Сегодня 4 метра. Нынче сбавило там на метр. Можем поднять немного. И это все каждый год нанимали, вы знаете, бульдозер. Вы помолитесь о том, как дальше все это восстановить. Дорога-то нормально, можно заехать в любую погоду. И вот даже вот где деревья. И вот смотрите, какая там внизу. Это все бульдозер, сюда, глину. Утоптали, а потом ползали на коленях даже. С песком, с щебнем разбирались. Нам нужна помощь духовная. В телесной мы нисколько. Ну, хотя бы на один час придите, чтобы там был. Когда кто-то не может идти в церковь, постарайтесь, хотя бы один человек от вашего дома был в храме. Потому что, если никого нету, это опасно. Когда Израиль воевал, борьба закончилась. Пушки защихлили, кинжалы в ножны. Так, а кого не было, говорит, Мирос. Мирос, это город. Проверили. Ну, хоть один там был, ни одного не было. На войну. Да это свои евреи, на войну. Город должен быть стерт с лица земли. Во время битвы они сидели, ждали, на чьей стороне победа будет. Как патриарх, когда началось вот это, Белый дом, там, ну, самого-то было-то, когда стреляли-то. До конца ждали, на какой стороне, коммунисты захватят или нет. Люди-то все понимают. Мы должны заранее сказать, я за Христа. Я за Слово Божие. Больше тебе не надо ничего знать. Я показываю все сегодня. Вот этот, который сейчас рулетки мы многих находим. Я говорю, а кто ее изобрел? Ни один не назвал, ни взрослый, ни малый. А там малые дети, вот такие буквально, торчат, смотрят. А там показывают все внутреннее, женщина с мужчиной, что делают. Это все там можешь увидеть. И однако мы там пролили свет очень большой. Ну, только на моем канале, я могу сказать, больше двух тысяч. На которые за одну, считаю, бывает три или четыре встречи. Это умножь куда идет, за тысячи. И как слушают люди? Ну, теперь надо зайти и посмотреть. Это даже не то слово. В таком месте Господь посылает, идите, ищите потерянную драхму, потерянную овцу. И мы должны идти искать. В этом нуждается помощь. В этой помощи молитвенной. Мы молимся и о патриархах, каких знаем, и правителей мира, и которые изобретатели. Я попрошу помолиться о двух людях, прямо попрошу. У меня почему, говорит, как вы всех помните, а там до сотни доходят иногда. Отдельно пьяницы у меня, отдельно путешествующие, отдельно больные. Ну, как-то это легче запоминается. А тех, кто томится в вузах, в тюрьмах, которые, ну, а с ним я не встречался, да с другим тоже не встречался. Ну, хорошая была переписка. Одного звать Сергея, может, знаете, Романов, Николай. Вот когда, это, в Уральске-то, в Моносфирь там все это было. И его забрали, и он сидит. Он до этого сидел два раза за убийство. А потом стал стейгумен, вопреки канонам. Я пытался с ним свестись, связь, но не получилось. И второй Илья. Илья звать. Он арестован две недели назад, был с сестрой. Причина какая, будто бы он был директор, и будто бы кому-то давал взятку в Белоруссии. Чтобы Господь сделал как надо. Был такой один правитель, и ему охота было встретиться с Пименом Великим. Слово Великий, Василий Великий, 17 человек за 19 столетий, которое, так называется, с большую буху Великий. Ну, и он хотел встретиться. Сидит, как? Ну, никак не идет на встречу. Побеседовать хоть один раз. Он узнал, там племянника у него вот такой. Он говорит, а рисовать его? Сестра, конечно, забеспокоилась, заплакала. Иди, выручи. Зачем? Ну, хоть письмо напиши. Он написал. Ты такого арестовал. Если он виновен, накажи его. Если не виновен, отпусти его. Просто и понятно. И он отпустил, и на этом все кончилось. Поэтому желает, когда люди встретятся, сегодня названивают. У вас слух такой. У меня на этой стороне ограда, вот где желтенькая, даже завернутая была. И стоит, и слышит, говорит, показывает там. Где-то. Мне нельзя выключить. Едут люди. Сегодня должны приехать, как будто бы. Да. Я же не знаю, в какое время позвонят. Вы можете отключать. Я не могу. Я заносить не заношу туда. Дверь была бы закрыта, а открыта. Так что простите в этом. Вопросы. И вот это мы запретили Вальтеру-то. А теперь самый момент. Ну, он нашел отца Андрея. Германия. И полное погружение. Он спрашивает. Говорит, в озере. И купили. Я говорю, договорились об озере. Он согласился. Я говорю, обманет священник? Он отменит. Да ну, он такой серьезный. Время приближается. Нет, будем здесь. А здесь ребенок за край схватился. Рука будет не погруженная. Запоминай, что я говорю. Вас это тоже касается. По интернету это все идет. А как? И при том, отец стоит, ему подает. Священник, вот как у нас батюшка. Он с ребенком берет, поворачивает от себя. Ему хватается, нет, даже троекратное погружение. В Румынии, будто бы, сегодня прямо интернет напомнен. Священник крестил, и ребенок умер. Ну, не верю я в это. Батюшка, он зажал рот, обмакнул его, и все. Там секунда одна. А сейчас показывает, как крестят. Вот так священник стоит, поднимает его ребенка вверх. А внизу сейчас он рот, с его головой поднял, ногами ткнул. А он, одевший, отдал. Следующий подходит вниз головой. А мусульмане взяли это, взяли это немного ускоренно. Так, бац, попадает с храма второго ребенка до скорости. Интернет это может показать. А как? Самое проще, когда крестят, держит за руки его. Он никуда не отпустится. Руки настолько погрузил, он полностью погружен. И вот он крестится, имя Владимир, не Вальфер теперь, Владимир Александрович, как наш. Я говорю, очень хорошие люди. А работают на машине, где-то что-то там перевозят. То ли дальнобойщик, или что-то. Дальше. Жена, что-то где-то, ей руки сразу раз, и она полное троекратное погружение. И одного ребенка, или два. Один ребенок. И зад, видать, не погрузили, и рука, и нога. Считается ли это крещением? Согласно того, что говорят святые, не считается. Должно быть погружено все с точностью до глаза в блохи. Глаз в блохи. Рассмотри какой. Даже такое не должно быть. Не под водой. Крещение. Если деньги платил, намертво нет. Это симония. Симония страшный грех. Извергает того, кто крестит. И это не... Потом подтвердил патриарх Алексей II. У нас на материалах стоит, и люди сегодня обращаются к этим материалам. У кого есть знакомые, заранее договаривайтесь. Чтобы вот так крестили, как у нас это... Мы должны молиться об этом. 10 июля у нас будет крещение. Люди с разных сторон. Многие не могут проехать. Ну, сразу. Украина полностью запечатанная, связи нет. Белоруссия не выпускает как будто тоже. Из Европы сколько, из других мест. Об этих людях помолиться. Мы знаем, канонизированная Лука. Врач был такой. Война-Ясенецкий. Он вот это, что мочение, или крапление, или обливание. Нуль. Никакого крещения не было. Все должны быть крещены как положено. Он никого не признавал. Он канонизирован. Если, ну, афонские там, где находятся монахи, приезжают из России, подряд все крестят. Спросили так, а чтобы был крещеный по корме троекратно, почти никого нет. Откуда взяли? От католиков. И поэтому русские священники, здесь не все русские, больше половины с Украины. И они вот эту заразу оттуда католическую занесли сюда. Дело Господне делает небрежно. Одно проклятие. Заражали страну нашу. Ну, вот тут был фамилия Уфонич. Где он там, я не знаю, за Завьялом, где-то какой-то, Кулундинский он или какой был. Епископ-то был здесь. И он только приехал. У нас хорошие связи со священниками приезжают. Он сразу всех вызвал. Кто будет в Потеряевку ездить? Все. И ни одного больше нет нигде. Они нас ненавидят ни за что-то, а за то, что пока мы существуем, они понимают, что они ничего не делают. И поэтому молитесь о том, чтобы больше было исполнителей Слова Божия. И особенно важно в проповеди. Не забывайте, когда Господь возносился, последние слова. Какие? Евангелие от Марка 16, глава 15 стих. Идите по всему миру. Не за стенами сидите в монастырях. Идите по всему миру. И в тряпочку, как про меня написали, я освободился, так кончилось время в тряпочку. Такие, как на меня, говорят, подмывали устои этого старого режима, и теперь надо открыто говорить. И проповедуйте Евангелие, не басни человеческие. Не сердца, которых Богу не обращено и духовного рождения, может, не было. У человека два момента должны быть жизни. Родиться свыше и быть Вадимом Духом Святым. Если это нет, все напрасно. Ни наши милости, ничто не поможет. Откуда вы берете? Восьмая глава, девятый стих, послание к римлянам. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Теперь, это было как-то, отец Геннадий Павел скажется, кто рожден свыше-то? Скажет, грешные, архи-грешные, супер-грешные. Это, пожалуйста, все поднимут. Я такой, я как свинья в калу лежит, а по каянам каноне-то считаете где? Свинья в калу. Да ты же христианин. Какой кал? Какая свинья? Ты действительно свинья? Но если ты христианин, почему ты не читаешь первое послание Иоанна? Там написано, рожденный от Бога не грешит. У православных это ересь. А дальше написано, рожденный от Бога не может грешить. У него другая структура, другой внутренний мир. Ему это настолько отвратительно. Ты курить будешь сегодня? Он не может курить, потому что он христианин в христианской семье. И эти такие. А другой, он только подай, оплеванный туберкулезными слюнами, поднимет порос себе, а курок. Рожденный от Бога не может грешить. Это апофеоз нашего несогласия с тем, что уже было. Ты омытый кровью Христа. Ты получил освобождение от грехов. Тебе сделалось все противно. В тебя те же чувствования, что во Христе Иисусе. И Христос ненавидит грех, и ты ненавидит его. Богу нашему слава. Спаси Христос.